Доброго времени суток! Сегодня будет история, которая называется «Стук сердца». История одного убийства. Я проснулась от настойчивого стука в дверь моей квартиры. С трудом разлепила глаза, оттолкнулась от облеванного пола и с трудом встала на непослушные ноги. Шатающейся походкой, держась за стену грязными руками, я пошла к выходу. Не гнущимися пальцами открыла дверной глазок и выглянула в коридор подъезда. Там никого не было, поэтому я пересохшим ртом прохрипела единственное слово. «Кто?» Мне никто не ответил и я не спешила открывать. Балуется, наверное, кто-то. Шатаясь, я вернулась в комнату с отвращением, посмотрев на творящийся беспорядок. Трясущаяся рука вытерла черный подбородок, прошлась по запутавшимся волосам. Глаза зацепили за оставленную на столе предсмертную записку. «Все, хватит этого дерьма», — сказала я себе. Наигралась и хватит. С трудом дойдя до дивана, я рухнула на него. Рука меня не слушалась, поэтому я даже не могла взять телефон, который был прямо передо мной. Пин-код набрать стало целым испытанием, но мне удалось это сделать в четвертой попытке. Если бы я ошиблась на пятый раз, телефон заблокировался бы на целый час. Мне нужно было набрать треузначный номер, но память тоже отказывалась меня слушаться. Я никак не могла вспомнить номер скорой. Тело покачнулось против воли, и телефон выпал из рук и исчез под диваном. Сука. Мое отчаяние перебил стук в дверь. С трудом повернув трясущейся голову, я попыталась встать. Удалось попытке третьей или четвертой. Вся на тех же непослушных ногах, я вернулась в прихожую и решила попросить помощи, но у того, кто пришел ко мне незваным гостем. Так как пальцы мои до сих пор не гнулись, я с великим трудом зажала воткнутый в замок ключ двумя руками и повернула. Звук открываемого замка показался мне музыкой ангелов. Я бы заплакала, но слезы тоже отказывались меня слушать. Дверь отворилась, но там было пусто. Ноги не выдержали, и я выпала в коридор. Стояла тишина. Попытка снова встать ничего не дала. Поэтому я начала цепляться скрюченными пальцами за пол, чтобы с трудом подползти к соседской двери. Когда это удалось, я начала бить в дверь костяшками пальцев. Никто не открывал. Тогда и я, размазывая сопли, поползла к другой двери. Но и там никто не отвечал. Очнулась я все там же, в коридоре у соседской двери в полной темноте. Лампочки загораются только на резкий звук. Я с трудом подняла голову и осмотрелась. Сколько я здесь провалялась. К тому стыду я поняла, что мои штаны мокрые и холодные. Я лежала в луже собственной мочи, как последний пьянчуга. Хотя за всю жизнь никогда не пила. Являясь ярым противником алкоголя. Было холодно и мерзко от самой себя. Хотя я чувствовала себя намного лучше. Держась за стену липкими руками, я поднялась на ноги. Ноги меня слушались уже лучше, хоть и подкашивались. Губа на лице опухла, видно ударилась где-то. Но из-за таблеток даже не почувствовала. Дверь моей квартиры была распахнута. Но я не пошла туда, с трудом направилась к лифту. На вахте должен сидеть мрачный дяденька. Но в помощи он не откажет. К тому же у него есть телефон, а мой телефон где-то под диваном. Когда я его оттуда достану, не удивлюсь. Если там не будет ни одного пропущенного звонка. Всем на меня наплевать. Лифт ехать отказывался, застряв на первом этаже. Опять кто-то стопорит. Чувствую себя мучеником. Я пошла по лестнице. Никогда бы не подумала, что такое простое действие, как спуск по лестнице, может оказаться таким испытанием. Свет так и не загорелся, поэтому это приходилось делать в полной темноте. Чтобы не упасть, приходилось держаться за перила, контролируя каждый свой шаг. Спустя целую вечность я оказалась на первом этаже, где и застрял лифт. Именно там я выяснила причину задержки. Свет мигал. Двери лифта то открывались, то закрывались. А из шахты на меня смотрела холодная тьма. Это походило на пасть огромного зверя, который открывал и закрывал свои челюсти, ожидая беспечную жертву, чтобы разжевать в кровавое месиво. Меня передернуло. Либо от холода, либо от представившейся картины. Думаю, вахтер уже вызвал лифтера. Пройдя мимо колясочной, я открыла дверь вахты, но никого не нашла. На столе покоилась кепка, а рядом стояла остывшая лапша быстрого приготовления. Куда он шел? Сколько я помню, он всегда сидит на месте, даже глубокой ночью, бдительно следя за камерами. От очередной неудачи я чуть не потеряла равновесие. Меня спасла ручка двери, за которую я зацепилась. Руки еще слабые, но пальцы уже сгибаются. Это хорошо. Я прислушалась к своему сердцу. Она бьется спокойно, несмотря на такую нагрузку. Шутка ли, если тупорылая хозяйка этого самого сердца, которая так тщательно берегла свое здоровье, внезапно решила сожрать за раз целую сотню таблеток. Спасибо, сердечко, что продолжаешь биться. Сжав волю кулак, я поднялась на ноги, что только на словах легко и просто. Поймав равновесие, я подтолкнула себя к столу вахтера. На нем стоял обычный телефон, предназначенный для вызова по номеру 112. Надо нажать всего одну кнопку, и вызов пойдет. Мне это удалось с первой попытки. С хрустом разлепив опухшие губы, я приготовилась говорить. Но в трубке сначала звучали гудки, а потом непонятное шипение, которое прервалось звенящей тишиной. Я попробовала снова. Но на этот раз даже гудков не было, только тишина. И как он должен вызывать полицию или пожарных, если этот проклятый телефон не работает? Я лишь чудом не раздолбала его об стол. Сдержав себя, положил на место, не отчаивайся. Скоро должен кто-то пройти мимо, дом же большой. Усевшись у дверей подъезда, прямо на полу. Я принялась ждать. Стояла тишина. И если не считать двери лифта, продолжающих жевать воображаемых жертв. Так я просидела часа два. Окончательно продрогала, но никто так и не пришел. В какой-то момент лифт перестал шуметь, и я оказалась в полной тишине. Где же все люди? Судя по темноте, окружающей меня на улице ночь. Но в это время все равно хоть кто-нибудь должен появиться. Хотя бы вахтер. Где-то в глубине этажа раздался звук открываемых дверей. Я обрадовалась, что сейчас меня найдут и вызовут мне помощь. Но никто ко мне не вышел. Поднявшись на ноги, я пошла туда, где слышала этот звук. В коридоре свет не загорелся, поэтому мне приходилось идти на ощупь. Рука наткнулась на что-то склизкое, но я не смогла понять, что это за запах. Снова щелкнул замок. И одна из дверей первого этажа открывалась. В коридор полился теплый свет электрической лампы. Я тут же пошла на него, забыв о своей слабости, пока не оказалась на свету. Именно в этот момент мне пришло в голову посмотреть на свои испачканные в чем-то руки. К моему ужасу мои руки были по локоть в крови, будто я зарезала кого-то. Я закричала. Дверь тут же закрылась, оставив меня в темноте. Совершенно. Я не помню, как я оказалась у себя в квартире. С трудом закрыв дверь, я включила свет и посмотрела на свои руки. Они были в грязи, но следов крови не было. Мне просто показалось. Это просто еще один симптом отравления. Это не ад. Я не умерла. В аду не слышно биения собственного сердца. Приложив руку к груди, я затаила дыхание. Бьется мое сердечко. Я снова вернулась в комнату. На полу засохшая блевотина, которую мне придется отмывать самостоятельно. Предсмертная записка, которую я написала, когда уже проглотила все таблетки. Запивая все это дело колой за 30 рублей. Рядом стоит пустая баночка спазмолетиков, чтобы те, кто найдет мой разлагающийся труп, смогли понять, что меня никто не убивал. Взяв записку, я пробежала с глазами по знакомым словам. Прости, папа. Этот мир оказался сильнее меня. Я никого не виню. Просто не сердись на меня. Присмотри за котом за меня. Не забивай поливать мандарин. М. Смяв записку, я швырнула ее в стену. Она отскочила и закатилась под диван к телефону. Подняв баночку из-под таблеток, я открыла ящик и закинула ее внутрь. Будет мне память, чтобы больше не творила всякую дичь. Загудел телефон. Я встала на четвереньки и заглянула под диван. Не знаю, кто мне звонит. Но телефон мне не достать рукой. Двигать мебель у меня сил нет. Поэтому я, шатаясь, пошла в кладовку, где взяла швабру-лентяйку. Она мне еще понадобится, когда силы вернутся. С ее помощью я достала и телефон, и скомканную записку. В последний миг я успела увидеть, что мне звонит папа. И я непослушными руками взяла трубку. Папа, привет. Что-то случилось? Почему ты еще жива? Голос был папин, но вопрос показался мне странным. Я решила не говорить ему о своей попытке самоубийства. Чтобы не разбивать папе сердце. Это несложно скрыть, ведь я в другом городе. Что? Ты мне не дочь. Из глаз побежала одинокая слеза. Что ты такое говоришь? Я, твоя дочь. Мри, мри, мри. Я бросила трубку. Телефон мигнул и потух. Я попыталась включить его вновь, но не получилось. Размазав грязь по лицу, я трясущимися руками поставила его на зарядку. Под рукой валялась моя записка, которую я снова решила прочесть. Расправив комок бумаги, я погладила его ладонью. Вместо моего сообщения там было лишь одно слово. «Умри». Порвав бумагу, я пошла в ванную комнату и бросила клочки в унитаз. Бумага была плотной, поэтому никак не хотела смываться. Мне понадобилось нажать на слив несколько раз, чтобы окончательно уничтожить. Нужно было сжечь. Но у меня нет спичек дома. А, плита электрическая. В ванной я отмокала часа два, пока вода полностью не остыла. Все свои вещи я закинула в стиральную машинку. Мне еще предстояла уборка. Но я не старалась об этом думать. Я смотрела в потолок в ванной, слушая биение сердца. Хоть вода и горячая, его ритм спокойный. Даже слишком. Надо завтра же утром прийти в поликлинику, чтобы у меня взяли анализ крови и сделали с ним у грудной клетки. Я чувствую себя хорошо, но не могло же обойтись без последствий. Мой спокойный ход мыслей прервал стук в дверь. Ванная была рядом с прихожей, поэтому слышно хорошо. Тяжело вздохнув, я еще раз нырнула в воду с головой. А потом вылезла из ванной и укуталась в полотенце. Может, это кто-то из соседей? Выглянув в глазок, я никого не увидела. Кто там? В ответ раздался очередной стук в дверь. Да кто там долбится? Рука легла на замок, но открывать я не спешила. Кто бы там ни стучал, он не отвечает. Значит, ничего хорошего ждать не стоит. Стук продолжался, пугая меня. Я смахнула с лица воду, набежавшую с волос. И еще раз посмотрела в глазок. Лучше бы я этого не делала. Свет снаружи загорелся, и тогда я увидела, что перед дверью стоит я. Существо очень походило на меня, хотя выглядело просто ужасно. Лицо перекошено, а из рта, носа и глаз бежала черная жидкость, капая на грудь с подбородка. Волосы скатанные, грязные. Одежда мокрая и грязная, с следами крови. Она, будто поняв, что я его вижу, еще раз стукнула в дверь, а потом подняла глазку руки. В окровавленных руках она сжимала баночку таблеток, отозвавшуюся знакомым звоном. «Точно такие же таблетки я и выпила в количестве ста штук». «Открывай, убийца, пора пить таблетки!» Крикнуло существо. Я отпрянула от двери, прижав руки ко рту, но тут же закричала от ужаса. Мои руки были в крови, а с волос капала красная вода. Все полотенце, когда-то белое, было бордовое и липкое. Сбросив его на пол, я уставилась на собственные ладони, а в дверь продолжали стучаться сотни рук. Будто в наваждении я побежала в комнату, открыла ящик, куда до этого бросила пустую баночку из-под таблеток. Но нашла там этих баночек полный ящик. От ужаса я захлопнула его, прижавшись всем телом. Будто боялась, что таблетки посыпятся оттуда нескончаемым потоком. Меня трясло. А стук в дверь все продолжался, пока... Внезапно не затих. В полной тишине и полностью голой я слушала, как существо с той стороны проводит по двери ладонью, а потом тихо шепчет. Убри. И затихает. Я просидела так, пока полностью не окоченела. Придя в себя, я открыла ящик, обнаружив там только одну пустую баночку. А в прихожей лежало белое и мокрое полотенце. За дверью никого не было. Я уже была, подумала, что это мне показалось. И вернулась в ванную. Вода оказалась полностью красной. Телефон так и не включился. А рассвет за окном так и не наступил. Я смотрела на настенные часы, заламывая руки. Они показывали каждый раз разное время. Все казалось бесконечно долгим и липким. Будто весь воздух пропитался запахом крови. Со стен бежала черная вода, похожая на мою блевотину, засохшую на полу. Будто я так и не проснулась от кошмара. Успокаивала лишь биение сердца, к которому прибавился какой-то смутный знакомый писк. Я никак не могла понять, откуда этот писк идет, но он немного раздражал. Я зажал руками и уши, но писк никуда не пропадал. Выглянув в окно, я видела лишь тьму, а где-то там ощущала сотни глаз. Снова раздался стук в дверь, сливаясь с ритмом биения моего сердца. Пора принимать таблетки, пиццу. Раздалось будто над ухом. Я тряхнула головой, но наваждение не пропало. Было ощущение, будто кто-то стоит за моей спиной и трясет баночкой с таблетками. По щекам бежали слезы. Хотелось спить, но я боялась выползти из своего угла. Оставь меня в покое. Убийца. Я не убийца. Ты убила саму себя. Ты убийца. Я снова тряхнула головой. Прости меня. Ты не у меня должна просить прощения. Я затаила дыхание, слушая биение своего сердца. Я почти не ощущала его. Так тихо и неуверенно оно билось. Прижав руки к груди, я разрыдалась. Прости меня, прости. Я прошу у себя прощения. Но я хочу жить. Уже лучше. Но заслуживаешь ли ты прощения? То ты. Бесплотный голос не ответил, продолжая трясти таблетками над ухом. Под дверью гуляли тени, царапая пол, будто пытаясь до меня дотянуться. И я... Я прощаю себя. Да, я сделала большую глупость. Но благодаря ей я увидела, насколько необдуманный был мой поступок. Только увидев мерзкий лик смерти, осознаешь всю хрупкость жизни. Я хочу жить. Молодец. Открой глазки. Раздался в ответ незнакомый мужской голос. Я послушно открыла глаза и чуть не ослепла от яркого света. Во рту у меня торчала трубка. К рукам присоединены провода кардиографа. А из шеи тянулась трубочка капельницы. Так вот, что пищало над ухом. Это ритм моего сердца, о котором сообщает техника. Я валялась в коридоре своего дома, а надо мной суетились врачи скорой. Мне это все почудилось. Молодец, дыши. Сердце бьется ровно. Дурочка. Да мы тебя чуть не потеряли. Я устала, прикрыла глаза, из которых бежали слезы. Какой стыд. Я еще и в штаны нафуфырила. Больше никогда не. Я посмотрела на медсестру, которая сейчас играла роль штатива, и держала капельницу. И с ужасом узнала в ней себя. Существо стояло надо мной, улыбаясь чумазым ртом. Через секунду образ исчез. Примечание. В истории использовался реальный случай отравления таблетками, когда сумма убийц в последний момент передумала умирать. Нет, ничего ужаснее лика смерти. Не делайте глупостей. Любите себя. На этом история закончена. А вы? Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Ну а вам? Приятного вечера.